Ну что ж, здравствуйте, дорогие мои, это «Парадокс» с Игорем Витальем, у микрофона Игорь Виталь, как вы уже могли догадаться, и пока тьма накрыла ненавидимые радиоведущими город, мы побеседуем с Борисом Кагарлицким, директором Института глобализации и социальных отношений. Мы будем с Борисом сегодня хоронить, ну, по крайней мере, я, оппозицию. Итак, здравствуйте, Борис Юрьевич. Вопрос, который возникает, пожалуй, сейчас у всех здравомыслящих людей, закончилось ли все это? Вот вся прошлая перемена, мы ждем перемен, уходи, Путин, и все дальше, что происходило, болотное, сахарное и прочее, все то, что выродилось, если можно, так сказать, до мышей, то есть до поющего Кашина. Что произошло с движением? Ну, во-первых, здравствуйте. Что касается позиции и вообще всего того, что произошло до последнее время, за прошлые полтора уже года, то, с одной стороны, на мой взгляд, действительно, это абсолютно явный конец цикла, абсолютно явный конец для того политического процесса или того политического движения, которое себя проявило в декабре 11-го года. Давайте с терминами сразу определяться, процесс или движение. Было ли это единое движение, либо это некий процесс с несколькими участниками? И так, и так, сейчас попробую объяснить, как раз хотел об этом говорить. На самом деле, в том-то парадокс, что это все-таки было единое движение, которое окончательно себя осознало распавшимся в процессе своего развития. Но еще раз я закончу все-таки мысль. Это тот случай, когда, с одной стороны, конечно, король умер, с другой стороны, может быть, да здравствует король, потому что как раз крушение вот этой всей оппозиции расчищает путь для того, чтобы появилось, ну, если угодно, такое вот новое недовольство, другое недовольство, да. И более того, наоборот, в каком-то смысле, вот эта оппозиция, она была, конечно, очень выгодна, очень нужна власти. Отнюдь отсюда не следует, что власть ее специально сконструировала, отнюдь нет, да. Но объективно... Просто так совпало неожиданно, что... Логика событий, да, оказалась таковой, что, конечно, вот этот цикл противостояния, формального противостояния власти и оппозиции, причем по линии «сохраним Путина», так сказать, «уходи, Путин», это очень сильно трансформировало, на самом деле, не только политическую ситуацию, но и даже расклад политических сил прежде всего внутри самой власти. Это очень сильно трансформировало соотношение между разными группами. Я вас прошу прощения на секунду перебью, я бы голосовалку хотел запустить, значит. Короткий номер 5533. Русская буква А, если вы считаете, что оппозиция закончилась, выродилась, протесты закончились, как хотите это называйте, короче, все. Йок, генук или называйте как хотите, 5533, русская буква А, если вы считаете, что выродилась. 5533, русская буква Б, если считаете, что оппозиция по-прежнему жива и все хорошо. Поехали. Прошу прощения, Борисович. Да, конечно. Так вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Понимаете, в декабре 2011 года удалось создать некое ощущение, причем поразительно, но его создала в точечном мире как раз самовласть, да? Что есть некий вот абсолютный приоритет, который может объединить всех, кто чем-то недоволен. А некий единый фокус недовольства. Этот единый фокус недовольства был, прежде всего, конечно, связан даже не с фальсификацией на выборах, а вообще вот с таким постоянным политическим обманом, да? То есть вот, ну как же так, вот, ну выборы нам по-настоящему не дают. Вот, все это вот в руках какой-то одной группировки, которую, опять же, Навальный очень жестко и, ну, в таком публицистическом смысле... Назвал жуликами и ворами. Да, назвал жуликами и ворами. Я по этому поводу сразу стал возражать, сказал, что это все чисто неправда, потому что это воры, а никакие не жулики. А жулики как раз сидят в оппозиции. И, на самом деле, это не борьба против партии жуликов и воров, а борьба... Жуликов с ворами. ...партии жуликов против партии воров, да? Причем, более того, в этой ситуации, может быть, так сказать, даже я бы был готов жуликов воспринимать как меньшее зло, только надо понимать, что они все-таки жулики. Вот, так сказать, с этой оговоркой я готов их признать меньшее зло. А вам ворюги милей кровопийцы? Я уж перефразируюсь. Вы знаете, нет, я, честно скажу, мне кровопийцы гораздо милее ворюк, но жулики... Ну, как же, там некоторых заслуженных, можно сказать, что в законе. Да, или бывшие, я бы сказал, бывшие, отстраненные, отстраненные. Вот, ну, собственно, я по этому поводу и писал, что вот борьба жуликов с ворами, но дело в том, что жулики, они же по поводу чего сетуют-то? Они сетуют как раз от того, что их отстранили воры, да, так сказать, от общей кормушки. И была же гениальная фрейдовская оговорка Каспарова, все ее помнят, да, когда он сказал, что вот эти вот гады, они сидят у власти, воруют и не дают нам, да. Я не помню точно формулировку, но... Ну, примерно так оно и звучало. Ну, звучало-то именно так, и звучало-то совершенно гениально, потому что вот в этом квинтэссенсе вообще все российские политики. Вообще все конфронтации в российской политике, она... Тем не менее, позвольте я все-таки уточню. Пока у нас, кстати, 100% считают, что оппозиция закончилась. Если не ради честных выборов, ради чего? Общее недовольство различных социальных групп, различных политических групп существующим положением вещей против тотального обмана. А в чем тотальный обман? Нет, 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 понимаете, тотальный обман, это есть некий символ, который позволил объединить людей, которые не просто были недовольны разным, которые были недовольны противоположным. Абсолютно. Тут я с вами согласен. Понимаете, вот в чем как раз такая вот спонтанная гениальность Чурова, что он этими 146% создал символ, позволивший людям, в общем, перестать думать о реальных содержательных вопросах. Так они и никогда не думали. Думали. Подождите, Борис. Одни думали, другие не думали, но... Я извиняюсь, это очень важно. Понимаете, представьте себе, вот толпе людей, скажем, на Болотной площади, на Первой Болотной площади, можно было найти, допустим, рабочих, кстати говоря, хотя говорили, что это только там хомячки и так далее, но мы в том числе даже проводили определенное исследование там. Ну вот рабочих, которые возмущались, скажем, приватизацией. И там же, в этой же толпе был предприниматель, который говорил, что вот, значит, сволочи, вот Путин и так далее, вот этим вот дает низам, быдлу какому-то, значит, не дают мне возможность, значит, всех повольнять, там, набрать новых, допустим, так, как я хочу, всякие еще какие-то социальные... Я помню, да, даже, кто говорил, говорят про социальные программы, и эти же низы и быдлока в вашей терминологии. В их терминологии, да. Хорошо. Тогда объясните мне, пожалуйста, вот механика процесса. На улицу вышли люди, да, ведь эту, как вы говорите, толпой бы я не стал называть, этот массив людей можно разделить на несколько групп, да? Да. Допустим, то, что сейчас обзывают креаклами, креативный класс, растерженные горожане, называйте их как хотите, это люди, которые абсолютно в это общество встроены, и благодаря Путину только в нем и существующие построенные им системы. И тоже не совсем так. Как нет? А вот объясню, потому что они под ударами экономического кризиса почувствовали беспокойство, причем беспокойство неопределенное. И слава богу. Ну так я же не про это... Опять же, Игорь, давайте мы сейчас отрешимся от оценок. У нас с вами, я боюсь, будут оценки очень нелицеприятные, от него. Давайте, а давайте и давайте с оценками, потому что нам без оценок не получится дать объективную... Ну хорошо, вы давайте оценки, а я... Абсолютная оценка моя, которую я высказывал во время кризиса. Я считаю, что кризис, к сожалению, не вышвырнул на улицы тот бесполезный, абсолютно с низким КПД рабочим, абсолютно ненужный массив, на мой взгляд, абсолютных бездельников, людей, не умеющих ничего делать, которые должны были в результате нормальных экономических реформ оказаться на улице, вместо оказавшихся там бюджетников и так далее. Я вам скажу, какая их функция экономическая? Потреблять. Безусловно, для того, чтобы они потребляли, они должны сначала получать. Ну так поэтому у нас, условно говоря, так сказать, вот тех же самых преподавателей, допустим, там или ученых и так далее, нужно что-то отобрать, чтобы они могли потреблять. Но дело в том, что мы, как вот люди, допустим, другого склада, мы не можем так потреблять, как они. Но подождите, но это же частные фирмы, понимаете, они в основном работают в частных фирмах. Да, но это же такая глобальная политэкономия, давайте сейчас немножко... Не-не-не-не, вот это очень важный момент. Это глобальная политэкономия, причем не только российская, да, она такая же в Западной Европе, она такая же в США, просто там этот слой начали съедать раньше, потому что вот в условиях кризиса их съедают, да? Нет, подождите, подождите, вот самая трагедия начинается, когда съедают средний класс. Действительно потребляющий, действительно созедающий, но это созидающий средний класс, это действительно люди, которые приносят что-то в экономику. Понимаете, неолиберализм на том и построен, что он произвел грандиозное перераспределение, в значительной мере поставив задачу понизить заработную плату тем, кто производит. Почему? Потому что это реальный конфликт, да? То есть, когда те, кто производит, требуют высокой заработной платы, это не только вопрос о деньгах. На самом деле... Это вопрос «знай свое место». Да, это вопрос «знай свое место», это вопрос о власти, по большому счету. Поэтому проблема не в том, что бизнесу там неудобна высокая зарплата, допустим, рабочая. Бизнесу неудобна рабочий, который, получая высокую зарплату, очень многого требует... Правильно. ...на много претендуется. Подождите, тогда объясните мне, пожалуйста, неразумному, зачем тому же бизнесу платить высокие зарплаты, а у нас каждая тварь, дрожащая, точнее, к сожалению, перестающая дрожать, выходящая из института, устраивается каким-нибудь менеджером или пиарщиком минимум, там еще вот к 2008 году, за полторы тысячи долларов, не неся никакой функциональной нагрузки. Потому что именно... Вот именно поэтому. Потому что если человек, который имеет высокую функциональную нагрузку и значимость, имеет еще и прочные очень позиции, то он потенциально опасен, потому что он претендует как бы на долю власти на уровне предприятия, компании. У него еще мозги должны появиться. Да, но еще раз я говорю, у него функциональная позиция такая вот, представьте себе, вот инженер на производстве, рабочий квалифицированный и так далее, да? А он, на самом деле, когда он, скажем, в западноевропейском варианте организован профсоюзы и так далее, да? Он опасен государству, да? Да, претендует на очень многое. А теперь мы заберем часть у него зарплаты и часть его социального статуса, опустим его, поставим его на место. И он будет думать о том, что как бы взять, где еду для семьи взять. Да, да. А зато вот из этих денег, свободных, мы создадим класс, так сказать, профессиональных потребителей. Мы создадим класс профессиональных потребителей, от которых ничего не зависит, понимаете? После выпуска новостей ровно через минуту вернемся в студию. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, с Борисом Кагарлицким тут хороним оппозицию. Телефон в студии 651099,6. Звоните нам, рассказывайте ваше мнение, считая ли вы, что оппозиция в России мертва. И короткий номер 5533, вариант А, русская буква, если вы считаете, что оппозиция мертва. 5533, русская буква Б, если считаете, что нет. На этот момент 100% считают, что мертва. Борис Юрьевич, простите, вас перебил. Чего не занервничали? Так вот, понимаете, представьте, люди всегда уже думают, что они заслужили своих замечательных всех преимуществ, да? Ну вот, вы этого достойны, я этого достойна, да? Реклама, я не помню, какой-то фирмы, да? Это гениальное попадание, да? Целевую аудиторию, да, 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 да. Вот человек сразу, я, конечно, ну, конечно, такой хороший. Ты достойный лучший, да, да, да. Вот. А и тут вдруг кризис показал то, что на самом деле есть. Он ведь их не разорил, он их не, так сказать, сбросил. Да, вот, но он немножко им показал реальное положение дел, кто они такие. Он показал, что от них ничего не зависит. Он показал, что на самом деле они никто при всех своих зарплатах, да? И тут нужно же сказать, ну как, не признаешь же, что вот я действительно вот ничего не умею, ничего не могу, да? Значит, кто-то виноват. Значит, есть кто-то внешний, кто виноват в том, что мое положение вдруг пошатнулось. Ну, не упало, подчеркиваю. Кстати, кризис-то у нас был 2008, считайте, 2009, а на улице-то вышли в 11-м. Ну, так этот процесс, он же накапливается, да, психологически накапливается. Как раз вот ощущение такое, что, с одной стороны, материально это все более-менее успокоилось, то есть, момент... Не просто успокоилось, а улучшилось у них. Да, но момент первого страха прошел, а вот ощущение Осадок от ложечек. Да, да, как в гениальном еврейском аэкдоте. Ложечки нашлись, осадок остался. Да, осадок остался, совершенно верно, осадок остался. И вот в этот момент... Так у них-то, наоборот, у них и ложечки есть, и осадок есть. Так ложечки-то, как в анекдоте... А, ну, правильно, ложечки-то нашлись, да. Точно, как у них ложечки-то нашлись, но осадок остался, понимаете, точно вот как в этом анекдоте. Поэтому, как раз, вот, понимаете, пока искали ложечки, было недоосадка, строго говоря, да, искали ложечки. Понимаете, я не очень все-таки могу понять, вот, помимо этого материального положения у них вернулось, с осадком вопрос номер, это уже второй. А в принципе у них есть какие-то, допустим, вот если задуматься, поводом послужило голосование на выборах, подсчет голосов, правильно? Правильно, но я все-таки хочу немножко вернуться к исходной татейсу, понимаете, что просто есть разные группы, у которых были совершенно разные причины для раздражения, беспокойства, недовольства. С одной стороны, мы видим всю эту публику, у всех прислал, вот это крякло, я повторю, у них были причины для недовольства, они были очень странные, очень нелогичные с нашей с вами, наверное, точки зрения, но они были, это как бы очевидно, значит, они бы не пошли на улицу. Но тут же мы видим рабочих, да, тут же мы видим бюджетников, тут же мы видим каких-то пенсионеров. Мало видим. Стоп, вот это очень важно, в первые дни очень даже много видим, мы их переставим видеть потом, когда они понимают, что это не их протест. Понимаете, вот это очень важно. Это самое главное, просто когда мы увидим их, ведь они-то страдали на протяжении 20-ти... Игорь, вот к этому мы придем по ходу нашей дискуссии, я думаю. Вот к этому я как раз хочу прийти. Так вот, понимаете, то есть мы видим очень разную публику, мы видим там левых, мы видим либертарианцев, видим кого угодно. Почему? Потому что у всех у них постепенно, параллельно, по совершенно разным причинам, накапливались какие-то претензии к власти. Причем власть российская, она очень своеобразна в том смысле, что она... Себя подчеркнуто, так сказать, деидеологизирует, она создает некую квази-идеологию, псевдоидеологию, что вот вроде у нас там идеология государственного патриотизма и так далее. Но на самом деле она от реальных, так сказать, идеологических делений в обществе на себя дистанцирует. Тем самым, кстати говоря, с одной стороны, создавая себе очень большое преимущество, казалось бы, да, что она над схваткой находится. А с другой стороны, при определенном неблагоприятном обстоятельстве, может получить удары с любой стороны. Потому что любая идеологическая, условно, партия всегда видит их как не своих. Практически нет ни одной группировки, которая бы однозначно себя с ними отождествовала на идеологическом уровне. Абсолютно. И вот получилось так, что для них негативно сошлось. Ведь 146%, так сказать, число ЧУ, оно оказалось неким таким тотальным символом, который триггером запустил разом все процессы. И они просто технически, стихийно сошлись в одной точке. То есть это совершенно разные вещи, разные люди, разные интересы, разные причины для недовольства. Вот технически это в одну точку все упало. И для власти это, конечно, было крайне неприятным сюрпризом. Собственно, это было неожиданностью для всех участников событий тоже. Вы уверены, что неожиданностью? Знаете, и да, и нет, но до какой-то части неожиданностью. Я просто помню реакцию людей, которые сходились на Болотную площадь, как они были удивлены. Они были удивлены многими вещами. В том числе они были удивлены, каждая группировка была удивлена, что видела здесь другую группировку. То есть раздражена даже, как, знаете, представьте себе, приходит левая и вдруг видит, что набежали люди с имперками. И там какие-нибудь либералы-про-защитники, как они реагируют на имперки. Они плохо на них реагируют. Они боятся. На самом деле все это время в комментариях средств массовой информации и в разговорах звучало одно. Ой, какой кошмар, какой ужас. Да, понимаете, то есть отсюда следует, что был некоторый элемент неожиданности. И беспокойство с самого начала, что как-то все не так. А в Кремле-то что было неожиданно? Может быть, они наоборот специально... Нет, ну я не думаю, что кто-то в Кремле был настолько, так сказать, рисковым игроком, чтобы все это запустить специально. Нет, ну а в Кремле другая история. В Кремле на самом деле мы имеем, во-первых, не единый Кремль и даже немного башни. Потому что мы имеем, на самом деле, некую коалицию, собственно говоря, не вне... Так же, как и в оппозиции. Да. Случайных абсолютно людей, объединенных общим на этот момент цели. Да, да, понимаете, вот это парадокс, что вот одна, так сказать, весьма случайно рыхлая, пестрая, неконсолидированная коалиция наткнулась, налетела, так сказать, напала на другую, на самом деле, такую же точно пеструю, рыхлую и неопределенную, но с одной принципиальной разницей. Что те, которые у власти, им, во-первых, есть что терять, и, во-вторых, у них есть реальные инструменты, реальные рычаги воздействия на ситуацию. То есть есть сама власть, да? А вы уверены, что они есть, эти реальные рычаги? А вот тут вот самое интересное. Нет, рычаги-то есть. Вопрос там, работают ли они, понимаете? Это как вот машина на льду. То есть, теоретически, ты можешь выйти из заноса, а на самом деле, только если умеешь, прошел курс контраварийной подготовки. Точно, точно, точно. Вроде, ну вот, пожалуйста, руль-то у вас есть, руль не отключился, да? Тормоза не вышли из строя. Коробка передач работает, да? А ничего не получается. А как так случилось, что вот в этом заносе на льду неуправляемом под резиной автомобиля неожиданно вместо льда опять оказалась твердая поверхность? Вполне себе вокруг весна, твердый асфальт, и мы спокойно поехали дальше. А, ну, неспокойно. Я так думаю, что вы просто переехали, так сказать, от одной ледовой позиции к другой. Но по дороге проехали некоторое количество по твердому грунту, скажем так. Причем ощущение такое, что управляемость не вернулась даже на твердом грунте. То есть, люди находят в состоянии еще некого шока от того, что с ними были на льду происходило, да? И даже когда выскочили на грунт. Вы считаете, что это было шоком? Мне вот на самом деле очень интересует один момент. Я сейчас уже не помню там второй или третий митинг, когда поп-гапон, уж простите за оценочные суждения, начинает истерически орать о том, что нас сейчас в Кремле боятся, мы можем... А кто именно у нас поп-гапон, кстати? Товарищ Навальный, который, если я считаю, попом-гапон. Там их много. Вот, вот, вот. Претендентов на эту роль уже больно много. Вот они сидят, и вот они боятся. Коллективный гапон, короче. Да, такой коллективный гапон. Вот они, это что было? От наглости, от уверенности в себе? Либо действительно в этот момент власть испугалась? Вот. На мое ощущение, что никто ничего не испугался. Испугались. Испугались. Могу говорить просто по опыту общения с некоторыми персонажами единороссовскими, с чиновниками. Но дело в том, что момент страха был очень коротким. Он продолжался примерно, ну, максимум неделю. Может быть, даже меньше. То есть он начался примерно 5-го числа, и где-то число к 12-м он закончился уже, декабря. То есть это все вот максимум недели. Но это опять-таки на уровне чиновников-функционеров. А ведь верховная власть, по-моему, не почувствовала такого испугания. Почувствовала. Я думаю, что почувствовала. Потому что как раз вот то, как более низкие звенья бюрократии задергались, это было связано с тем, что они почувствовали сверху сигнал страха. А что такое сигнал страха? Это как раз вот... Как собака, когда чувствует... Да-да-да. Нет, ну та же самая машина. Вот представьте себе, что машина живая. Она чувствует, что ее потеряли управление. Да-да-да. И она это чувствует очень болезненно. Машина и есть живая, не обижайте машины. Вот видите, тем более. Вот. И поэтому вот я когда разговаривал, в том числе, с провинциальными чиновниками, у меня было ощущение вот именно, коробка передача с мужчиной перепугана, как ее дергать за ручку. А какова причина для страха? Ну сколько там было на максимуме народа? Страх не от того, что там ворвутся или там что-то свергнут. Страх не от этого. Страх от непонимания. То есть вот есть наработанная схема. Мы действуем так. Мы знаем, что от этого, так сказать, поворота руля будет поворот сюда. Мы твердо знаем, как это делать. Понимаете, та же самая история вот с машиной на льду. На самом деле, может, вам ничего не грозит. Там никакого дерева нет, какого-то препятствия, в которое вы врежетесь. То есть не угроза для жизни. Но вот представьте себе, вот сам момент потери управления, это момент, когда у вас начинается инстинктивная паника. Ну, вернее, у неопытного водителя, скажем так. Неопытно для этой ситуации водителю начинается инстинктивная паника. И вот эта инстинктивная паника, она произошла. И она передалась по всей системе вниз. Ну, а потом, конечно, одной из главных задач власти на протяжении уже нескольких месяцев было возвращение такого психологического контроля на ситуации. И комфорта. Да, да. То есть, чтобы вернуть нормальное состояние управляемости, им уже потребовалось не просто продолжать крутить руль, а вот как-то восстанавливать это какое-то психологическое равновесие в госаппарате. Понимаете, потому что для меня-то вот все время возникает вопрос, да? Многие вещи, многие поступки власти после протестов, в частности после 6 мая, ну, можно объяснить страхом, можно объяснить идиотизмом, можно объяснить чем угодно. Ну, я-то знаю, что во власти сидят люди, в общем-то, не самые трусливые. Нет, отнюдь, отнюдь. И не самые идиоты, что, возможно, печально для оппозиции. Тогда почему? Мы, еще раз, мы неправильно психологически оцениваем очень многие вещи. Ну, что значит мы, так сказать? Ну, может быть, даже я в определенные моменты, потому что не все же знаешь, да? Вот. Но, например, вот очень часто мы, например, недооцениваем такой фактор, как паника, вызванная растерянностью. Растерянность, повторяя от непонимания. Ну, это секунду к 6 мая, мне кажется, уже можно было неспокойно брать ситуацию обратно. Нет, а дальше следующее. Дальше начинается логика событий. То есть вы для того, чтобы, скажем, регулировать ситуацию, принимаете ряд мер. Потом вы обнаружите, что эти меры неверны были. После выпуска новостей мы поговорим об этих мерах. Вернемся в студию через минуту. Ну, что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, это Игорь Виттер и Парадокс с Игорем Виттером. В студии Борис Юрьевич Когарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Хороним оппозицию. Телефон в студии 651099,6, код города 495, либо на странице финам.фм, на странице нашей программы. И голосование 5533, русская буква А, если вы считаете, что оппозиция мертва. 5533, русская буква Б, если считаете, что нет. Прошу вас, Борис Юрьевич. Продолжаем. Ну, оборвались мы в тот момент, когда говорили о том, чем вызваны странные действия. Власти. Да, со стороны власти уже на следующем этапе, когда, казалось бы, паника прошла, ситуация стала понятной, она стала более подконтрольной, в общем, и картина стала более адекватной в их сознании. Но к этому времени они уже имели дело с последствиями собственных шагов, собственных решений и с некой логикой запущенных процессов, в том числе ими самими. Причем дальше начинается следующее. Во-первых, им нужно восстановить контроль. Восстановление контроля — это очень часто тоже логика инерционная. То есть вы давайте теперь будем крутить в обратном направлении. То есть начинают давать сигналы противоположные. То есть все на левый борт, все на правый борт. Давайте теперь противоположный сигнал. А почему поймите, что вот эта живая машина бюрократическая, она еще не до конца оправилась от того, что с ней сделали на протяжении вот этих вот первых, может быть, недель. Она тоже еще не вполне, так сказать, уверенно реагирует. И, естественно, когда ей дают сигнал, например, давайте там хватать, держать, не пущать, чтобы неповадно больше было. Потому что это месть, да, месть за испытанную панику. Это вполне понятно эмоционально. Тем более чем ниже по иерархии вы спуститесь, тем сильнее будет реакция. Потому что месть это будет, как ни странно, уже в каком-то смысле по отношению к верхам. То есть вот вы сверху нам спустили панику. А мы теперь, да, будем мстить всем. Да, но опять же биструпы. Помните классическую, так сказать, начальник ругает подчиненную, тот ругает еще более низкого подчиненного, еще больше, больше, больше. Пока все не доходит до самого последнего клерка, который в ярости бьет собаку, а собака выскакивает на улицу. И кусает начальника. Вот очень четко вот так и произошло, да, то есть когда начали наводить порядок, восстанавливать управляемость, то как это сделали? Ну, по этой же схеме и сделали. Естественно, собаки выскочили на улицу. Вот тут возникает вопрос, который волнует меня больше всего. А почва для социального протеста масс, не креативного класса, она же есть. И вот когда она, и будет ли такой момент, и когда, если будет, когда, как пел очень нелюбимый мной товарищ Гребенщиков, она двинет с собой в полный рост, да? Потому что я смотрю, ну, в военном там повышают зарплату, при этом кидают их на льготы. А с бюджетниками постоянно поступают, с пенсионерами постоянно поступают. То есть ситуация экономическая, как бы на дне не изгалялся наш премьер, то типа кислячок, как он его назвал, да, нехорошая и неплохая. На самом деле для людей обездоленных, людей зависящих, она очень плоха. И вот когда взорвутся они? Кстати, не только обездоленные, на самом деле ситуация очень напряженная для тех, кого можно было назвать работающим средним классом. То есть вот та часть людей, которые связаны как-то с производством, с наукой и так далее. То есть что-то делают. Но, понимаете, тут какая штука. А вот здесь оппозиция как раз помогла власти очень сильно стабилизировать ситуацию. И, во-первых, вот давайте приведем такой пример, очень характерный. Вот моя коллега, которая в Пензе работает, Анна Очкина, она, говоришь, на первый митинг в Пензе вышло тысяча человек. Это очень много для Пензе, для провинциального города, где люди, в общем, все-таки достаточно запуганы. А даже не запуганы властью, не запуганы жизнью. Это разные вещи, но тем не менее. А на второй, по-моему, вышло человек 300, а потом вообще перестали ходить. Почему? Это очень понятно, почему. Потому что на первых митингах, и они были по всей стране тоже, и, кстати, было голосование против Единой России. Реально было. То есть оно же было не в Москве. Если бы только в Москве, то все было бы нормально. Оно-то было по всей стране, и, собственно, из-за этого фальсификации произошли. Они же 146% не в Москве было. Правильно? Так вот, на первых порах был такой же точно всплеск недовольства. А потом посмотрели на Москву. Посмотрели на... Кто и что, и зачем. Посмотрели на ораторов, послушали их. И поняли, не наши. Это не наш протест. Нам с ними делать нечего. И они не о нашем говорят. Все это совсем другое. И потом происходит следующая вещь, что, конечно, все-таки окружение Путина сделало вещь в чем-то гениальному. То есть они это уловили. И они начали вести кампанию сугубо популистскую. Они сугубо популистскую начали вести кампанию, представляя себя защитниками. Обездоленных. Да, трудящихся масс от либералов, которые рвутся к власти. И это сработало. Потому что, опять же, характерная вещь, либеральная эта публика и не только лидеры. А даже, значительной мере, вот либеральная интеллигенция в Москве не только не увидела, к чему все это ведет. А наоборот продолжала вполне, так сказать, в том же ключе вести свою пропаганду, фактически подтверждая версию власти. И наоборот, они вели отчаянную борьбу за гегемонию, за господство над оппозиционным движением, за то, чтобы придавить все другие течения и группы, которые не совпадали с либеральным мейнстримом. Ну, они это делали, может быть, довольно аккуратно и, так сказать, не всегда слишком авторитарно, но, тем не менее, очень эффективно. Они вытеснили все эти группы на обочину, либо полностью их подчинили в своей повестке дня, как в случае с Удальцовым, который вроде как левый, но на самом деле просто он, что называется, прикрывает левое крыло либералов. Он им для этого нужен только и все. Вот, и в результате они, казалось бы, одержали невероятную победу внутри этого оппозиционного рыхлого блока. Они установили реальную, конкретную, так сказать, гегемонию. Да, гегемонию, даже, я бы сказал, партийную дисциплину своего рода, идеологическую, по крайней мере, дисциплину установили. То есть, казалось бы, этот триумф, полный успех, но этот успех для них обернулся политическим крахом, потому что это цикло. А к этому и стоило ожидать, потому что большинство этих людей изначально к трудящимся, вот на вашем месте у меня тут сидел профессор Сонин, мы с ним бились по поводу наследства Маргарет Тэтчер после ее смерти. Почему англичане так радовались, когда она умерла? Ну, некоторые из них, да. Я просто понял, что между двумя людьми, которые, в общем-то, да, общее примерно происхождение, да, общее, в общем, огромное количество общего, но как только речь заходит о трудящихся, почему-то возникает непреодолимый, ничем не сломленный барьер. Да, ведь я не могу вот для себя пойти, у меня с теми людьми, которые выходят на болотную и на сахар, намного больше общего, чем не с ними, скажем так, да. Но почему-то я никогда туда не ходил, и эти люди у меня ничего, кроме раздражения, практически не вызывают. Почему? Вот как они умудрились оттолкнуть не только трудящиеся массы, но, в общем-то, казалось, идеологически и политически близких, выражаясь терминологией? Ну, они оттолкнули людей, которые, скажем, как минимум, рационально мыслят за пределами вот жестких... Существующих парадигм, да, вот этих, да. Но, понимаете, тут начинается самое интересное, потому что, казалось бы, вот, опять же, оппозиция была соавторами власти, так сказать, в собственном разгроме, как минимум, да, причем таким творческим соавтором, это еще неизвестно, кто больше вложил сил в это дело. Вот, но дальше власть, как только победила, победила она явно уже в марте, а тут она, как бы, заразилась той же самой болезнью. И принялась отталкивать от себя всех. Да, 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 совершенно верно. И власть удивительным образом начала кидать тех людей, которые за нее проголосовали, уже буквально там через считанные недели, не говоря уже о месяцах. И дальше, в следующий период, мы видим, как власть начинает проводить все тот же либеральный курс, защищать от которого народ она пообещала во время избирательной кампании. Тут, правда, есть один нюанс, что, обратите внимание, вся либеральная оппозиция сосредоточила огонь только на одном персонаже, на Путине. Путин вор, Путин удалой и так далее. И главная цель — отстранить Путина от власти. — Но при этом главный идеолог путинской экономики, товарищ Кудрин, выходит приспокойно с оппозицией. — Приспокойно, но еще есть одна вещь. При этом, заметьте, что на Медведева наезда всерьез не было. — Ну, потому что они же понимали прекрасно, что, ежели и удастся поедать... — Он как бы свой. Или это почти свой, да? Но тут вот и самое интересное, что ведь, мы говорим, вот они ставили задачу отстранить Путина от власти. Так ведь эта задача частично, без их, правда, участия, а может, с небольшим их участием, в марте-апреле-майе и была решена. — Да, потому что что сделал в Востоке с собой Путин и его ближайшее окружение? Они в 2008-2010 годах все рычаги реального управления перетащили в правительство, все ниточки туда привязали. — А потом отдали его социально близко для оппозиции Медведеву. А потом пересели спокойненько в комнаты, знакомые старые комнаты, так сказать, администрации, где обнаружили, что там-то рычажков-то уже нет. Они попытались их потянуть назад, но тут выяснилось, что их уже не отдают. И, собственно говоря, начинается другая, вторая или третья серия всей этой истории, потому что весь год президент и его окружение бились за то, чтобы ниточки вернуть, а им, в общем, если удалось, то по минимуму. И, с другой стороны, резкие движения они боятся делать. Почему? Отчасти потому, что все-таки еще политические проблемы, с их точки зрения, не полностью решены. Но это второстепенно, мне кажется. Главное, они не очень понимают, что дальше, как недостабилизировать ситуацию, открытой борьбой в верхах. Именно потому, что на самом деле в течение этого года проводилась все та же неолиберальная политика, направленная по существу против интереса большинства работающих людей. Вернемся, я бы просто хотел послушать нашего радиослушателя. Игорь, здравствуйте. 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 Игорь Челябинск. Я по поводу того, что как раз-таки из рабочих, по поводу того, что оттолкнули нас, ни от кого они нас не оттолкнули. Мы верим им и ненавидим этого Путина, который облепил свои паутины вранья, лжи, всю страну, матушу еще разворовал ее. Мы понимаем, что с первого раза ничего не получается. Они все по судам бегают, отбатываются, но все вернется на круги своя. Да и все уже по всей стране видят. Всем уже тошно и блевать охота. От этих лиц уже, они всем надоели. Спасибо большое, Игорь Челябинский. Это подтверждает, что вопрос о лжи, вопрос о надоевших лицах, он выходит на передний план. И он оказывается гораздо более для кого-то значим, чем вопрос о содержании политики. Мне просто иногда хочется узнать, что стоит за тошнотой от лжи. Вот меня, например, тошнит от либеральных реформ в экономике, это я понимаю. Так, а вы думаете, вашего собеседника из Челябинска не тошнит от них же? Не думаю. А я думаю, что да, я думаю, только он во всем винит не эти реформы, а конкретно вот те морды, которые видят в телевизоре. И думает, что если такие же точно реформы будут проводиться другими мордами... То это будет меньше лжи, но... Он так думает. Понимаете, к сожалению, вот это, увы, такова история, да? К сожалению, люди очень многие вещи только на собственной шкуре понимают. Так нет, главное, что на собственной шкуре тоже не понимают. Самая трагедия. Борис, ну мы же с вами вместе наверняка были в августе 91-го на тех же баррикадах, да? Были, были. Я в свое время по этому поводу писал статью и сказал, что те, кто тогда шли впереди нас... Ну я сейчас этих слов уже в эфире не могу говорить, да? Ну, мягко говоря, оказались либо обманщиками, либо идиотами, либо то и другое вместе. Но люди уже, прожив вот 20 с лишним лет, да, понимая, чем это закончилось. Ну, помните, как у Булгакова было? Ничего у нас в жизни не учат, когда Вороня-Слободка сгорела. Ну как можно... Только Вороня-Слободка не Булгакова сгорела. Простите, не Вороня-Слободка, я не помню сейчас уже там, что горело. Это самое... Масолит. Нет, это другая история, горело-горело. Сейчас вспомним, где в перерыве. Но я просто хотел еще вот коротко. Сергей, Сергей, слушаю вас. Да, Сергей. Игорь, я, если позволите, хотел бы вам возразить. Возразите. В первую половину часа, как выразились, то, что, ну, как бы, ну, люди, владеющие там властью, собственностью, должны от всей, как бы, не умех от, ну, от деятельности лузеров, короче говоря. Где я это сказал, не о чем понимаю, ведь вы неправильно меня поняли. Ну, в первую половину часа, как бы, сказали, то, что все, кто не нужны, они должны покинуть, в смысле, свои рабочие места, и они не нужны. Я слово власть не говорил. Я говорил, что люди, которые являющиеся, до мой взгляд, являются абсолютно ненужными, функциональными, не несут функции, полезные в экономике, должны покинуть свои рабочие места и переучиться на что-нибудь другое. Ну, да, да, ну... Но это не лузеры как раз. Это как раз не лузеры, это успешные люди, да. Ну, да, ну, я согласен, короче. Ну, в общем, ну... Алло, Сергей, да, вы пропадаете, попробуйте перенабрать, это не я вас отключил, это вы отключились после выпуска новостей, перезвоните. Ну что ж, возвращаемся в студию, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. В гостях у меня Борис Кагарлицкий, говорим о протесте 6510996, код города 495, наш телефон, Сергея прошу перезвонить, мы с ним не договорили. Наше голосование 5533А, если оппозиция мертва, Б, если нет, две трети голосуют теперь за то, что мертва. Но я понял, откуда возьмется новый протест, Борис. Вот пока мы с вами говорим, as we speak, как говорят англичане, просто серьезное уже пошло возмущение, как бы не дошло до международного конфликта. Лавров возмущен кражей голосов у России на Евровидение, и вокруг этого разворачивается серьезнейший сейчас скандал. Представляете, какая-нибудь Дина Гарипова, я вообще не знаю, кто это такая. Кстати, говорят, хорошая певица, но я не слышал. Возможно, я тоже не слышал. Ну и мне, понимаешь, как Скоруза, мне Миша напел, да? Мне даже Миша не напел, но представляете, если начнется новый международный скандал, где Россия наконец-то встанет на международной арене с колена за какой-нибудь Дины Зариповой. Ну вернемся к новому... Там Сергей, наверное, у нас дозвонился, да? Я просто хочу все-таки дослушать ему ответ ровно секунду. Слушаю вас. Да, это Сергей. Да, Сергей. Так вот, если продолжать, ну вот у нас вообще-то, ну, власть и собственность, по сути дела, захватили не самые умные люди-то. А по сути дела это ушлые люди, захватили власть и собственность. Ну если даже они умные самые, то это их гражданский долг или там, ну, профессиональные обязанности там, государственные. То, что вот этих неудачников, ну, которых отсеивают, они обязаны, обязаны о них заботиться или там предоставлять рабочие места, или учить их, ну, предоставлять работу, чтобы люди были довольны. Своей властью, своим бизнесом, ну, жили по-человечески. Я вот прошел, хотел сказать. Какие-то иностранные с вами. Спасибо, Сергей, понятия. В общем, перемешалось все. Я имел в виду одно... Ну, вас просто не поняли в данном случае. А Сергей хотел, ну, на своем языке сказать, что вообще нужно социальное государство. По большому счету, вся его мантра как-то находится. Я с вами абсолютно согласен, а Сергей просто, видимо, не понимает, что такое социальное государство. Я убежден, что государство должно иметь свои приоритеты, развитие их осознавать. И в этих отраслях государство должно быть патерналистским и социальным ответственным. Ну, так в том-то и дело. Должно создавать рабочие места и должно заботиться. Да, но этого-то как раз и хочет значительная часть, если не большинство, а может даже подавляющее большинство населения. Да, но зачем государству работать, а 118... Вы знаете, в одной из крупнейших российских фирм в отделе ИЧАР работало 400 человек. Объясните мне, пожалуйста, что могут делать 400 человек в отделе кадров? Проедать деньги. Вот. Ну, я еще раз говорю, с точки зрения большой политэкономии, это понятно, их социальная функция, это потребление. Но сейчас просто мы не можем дальше... Да, давайте про новый протест. Сейчас другое назревает. Сейчас возникла очень интересная вещь. Наш институт ведет мониторинг социальных протестов уже довольно давно. И мы видим очень опытную вещь, что как раз вот на фоне резкого спада либеральных протестов в столицах довольно активно поднимаются социальные протесты в регионах. Причем они всегда конкретно адресны. Они всегда направлены на очень определенные... Не против Путина, а против конкретных человек. Да, безобразие или политических решений. Иногда решения, кстати, центральных, федеральных, но всегда конкретных, да, которые могут, кстати, быть отменены. Иногда люди, как ни странно, добиваются. Кстати, это вот такая иллюзия. Отчасти власть создает, отчасти, кстати, и либеральная пресса создает. Иллюзия, что у нас никогда ничего добиться нельзя. Там, где люди... Ну, в Лермонтове добились, правда... Потому что там, где люди объединяются, организуются эффективно, они добиваются уступок. Это реальный факт, который можно подтвердить просто статистически. Ну, другой вопрос, что люди не умеют эффективно и хорошо организовываться. В обществе страшный дефицит солидарности. И умение действовать солидарно. Но, так или иначе, вот этот вот либеральный поворот власти, который полностью совпадает с тем, чем власть сама же пугала своих же собственных избирателей еще полгода-год назад, ну, полтора года назад, да, он чреват очень серьезными вещами. Потому что, во-первых, все-таки это недовольствие тоже может политизироваться. Во-вторых, оно может консолидироваться и превратиться в некую волну. В-третьих, и это самое, пожалуй, главное, в самой бюрократии нет единства. И определенные группы в бюрократии, которые тоже недовольны либеральным поворотом, они могут попытаться, особенно на фоне нарастающего кризиса, депрессии экономической и так далее, использовать массовый протест как своего рода аргумент во внутри аппаратной борьбе против, условно говоря, либерального крыла. Ну, мы же видим еще сигналы сверху, которые от той части элит, простите за эту автологию, вполне дают и слава богу, да, и Дмитрий Олегович Рогозин стал появляться, Ну, Рогозин, в данном случае, как раз не сильно показательный, а вот Глазев гораздо более показательный в этом смысле. Но, я хочу обратить внимание на то, что тем самым мы видим, что реальное разделение, размежевание проходит не совсем между властью. А между властью и властью. Между властью и властью. И властью и народом. И в какой-то степени между оппозицией и оппозицией. И оппозицией и народом, опять-таки. Да, да. То есть, скажем, нелиберальная часть оппозиции, которая была, в общем-то, отодвинута болотными протестами, она должна осознать, что, на самом деле, ее место не с либералами, а с народом. И в конфронтации не вообще с абстрактной властью, а именно с тем либеральным курсом, который проводится. По большому счету, иными словами, происходит перераспределение позиций. То есть, совершенно другие комбинации и другие реальные партии будут бороться между собой уже в ближайшие, наверное, год-полтора. Может быть, даже через полгода. И это очень интересно. И, с другой стороны, это наводит меня, все-таки, на оптимистические какие-то ожидания и размышления, потому что, все-таки, понимаете, обратите внимание, как бы радикально ни была оппозиция, она никакого, даже для себя, даже для либерального проекта, никакого стратегического курса не предложила. А вот... Не, не предложила, она его просто не имеет. И трансформации, кроме того, что давайте делать то же самое, только без Путина, никакой не предложила обществу. А сейчас вот из этой коалиции, новой коалиции, может вырастить все-таки потенциал новых и серьезных изменений курса. Знаете, если в качестве альтернативы Путина и совести нации мне предлагают товарища Шендеровича по кличке Матрас, ну, в общем, я... Я не про это. Я говорю именно о социальных движениях, и я говорю о... Потому что у них нечего другого предложить. А давайте у нас будет Акунин совестью нации. Не надо. Нам не нужна совесть нации в персонале того или иного известного писателя. Нам нужна нация с совестью. Анна, слушаю вас. А, добрый день. Вы меня, извините, ради бога, я волнуюсь. Можете только приемник отключить? По радио выступаю достаточно редко. Можно сказать... Она чуть побыстрее, у нас времени очень мало осталось, да. А, если побыстрее, то вы знаете, что я просто хотела бы выразить твое мнение в том плане, что, о, господи, ну, я, в общем, не сторонник оппозиции, и, в общем, всегда как-то была сторонником либеральных каких-то там взглядов, но в данный момент я, в общем-то, как-то пришла к выводу, что, понимаете, наша страна, она обладает некоторыми особенностями достаточно серьезными, чтобы в нашей стране не действовал, не действует в принципе... Демократические институты... Демократическое управление, она может действовать в достаточно небольших государствах, там, где все друг друга более не знают. Спасибо, спасибо, Анна, спасибо. Игорь, вы подсказали девушке. Я подсказал, потому что девушка волнуется. Она волновалась, нет, но она... Петрос, у нас еще несколько звонков. Петрос, прошу вас. Здравствуйте, тут путаница про всякие социальные государства, либеральные повороты, там никакого либерального поворота никогда не было за 20 лет в России, ни одного либерала во власти не было, и людей путают... А кто это были? Кто это были? Были обманщики, которые, кагабисты, притянувшись либералам и демократам, чтобы захватить власть, и, конечно, в итоге так и вышло, и никогда они не упускали власть. А только сваливается на всякий либерализм. Спасибо. Александр, сейчас последний звонок принимаю. Александр. Да, здравствуйте. Хотел сказать, что вот отчасти согласен с вашим гостем, отчасти не согласен. Да, действительно, поначалу протест был реальный, но вот потом вся оппозиция, для меня это совершенно четко видно, она полностью виртуальная. Ну, грубо говоря, получают зарплату в том же окошечке в Кремле. И народ у нас как бы не глупый, и очень быстро это просек. А перехват протеста произошел очень просто. Две-три точечных посадки, и там нужные люди пришли и возглавили протест. Спасибо. Я не очень понимаю, что там поменялось после двух-трех посадок. А главное, где-то окошечко в Кремле. Вот, понимаете, мне все время обвиняют. Виттель там берет деньги у Кремля, это Виттель берет деньги у оппозиции. Причем каждый раз у него вот позиции у людей меня обвиняющих. А мне вот очень неинтересно, где эти деньги. Почему-то людям в голову не приходит, что люди могут делать глупости или наоборот умные поступки бесплатно. Ну, это вот как раз результат той самой либеральной гегемонии, когда идея денег стала центральной и в каком-то смысле национальной идеей для нашего общества. И это очень печально. И, кстати, заметим, действительно гениальная совершенно отмазка, что всегда, когда что-то не так, говорят, что это ненастоящее. Вот это у нас вот либералы ненастоящие. Виртуальные, да. Виртуальные. Нет, даже на случай, что они не были искренне либералы, они были там бывшими кагабистами. Но почему-то западные-то либералы их вполне признали и продолжают признавать. Ну, вообще слово либерал, как бы, понятие низко оценочное. Ну, ладно, какая разница? Дело в том, что я не думаю, что наши гибисты, бывшие к тому же, что они сильно отличались от мадам Тэтчер по своим установкам и ценностям. Но они отличались одним. У них было больше возможностей и меньше сопротивления, чем у мадам Тэтчер. Ну, и вы знаете, профессионализм несколько побольше, чем у некоторых отдельных. А потом, кстати, возвращаясь к мести, да, я думаю, что КГБ никогда в жизни не перестанет некоторые сотрудники КГБ мстить за тот позор, который они таки доиспытали в августе 91-го. То, что страх в глазах я видел один раз и тогда, когда толпа пошла валить памятник Дзержинскому, а в здании КГБ мы помним, что происходило. И вот это был настоящий страх. Ну, в любом случае, сейчас деления будут другие. Сейчас деления, повторяю, будут между теми, кто будет бороться за социальное государство и хотя бы за сохранение того уровня, скажем так, индустриального, социального развития, который есть в стране. Потому что мы сейчас не случайно гробим, скажем, образование. Потому что при сохранении нынешнего курса экономического мы просто не можем себе позволить образование, например. Но отсюда будет только один. Нужно не изменить экономический курс, повторяю. И теми, кто будет продолжать продавливать этот самый экономический курс. И здесь реальное деление. Я думаю, что здесь и противостояние будет очень серьезным, гораздо более драматичным. И при следующем витке кризиса, которого, как утверждает Дмитрий Анатольевич Медведев, не будет тогда, она и двинет, судя по всему, в полный рост. Но, видимо, нам тогда остается только пожелать этого витка кризиса. А в студии были Борис Кагарлицкий и Игорь Витович. Всего вам доброго завтра в то же время.